Доброе утро, уважаемые коллеги! Я хочу начать сегодняшнюю пресс-конференцию. Она посвящена стартующему сегодня в Казани четвертому рабочему совещанию межправительственной группы экспертов по изменению климата, сокращенно МГЭК. Хочу сказать, что это впервые в Казани достаточно значимое событие и надеюсь, что оно вызовет достаточно большой интерес не только в научной общественности, но и в кругах средств массовой информации. Именно поэтому мы сегодня с утра в понедельник со средствами массовой информации с журналистами, с будущими журналистами и проводим эту встречу. Я хочу представить участников нашей сегодняшней пресс-конференции. Это Ко Барретт, заместитель председателя МГЭК. Валерий Массен-Дельмонд, сопредседатель первой рабочей группы МГЭК. Хан Сотто Пёртнер, сопредседатель второй рабочей группы, Деребра Робертс, сопредседатель второй рабочей группы и Сергей Семенов, зампредседатель второй рабочей группы МГЭК. Для того, чтобы войти, что называется, в курс происходящего, я хотел бы попросить каждого из вас в режиме три минуты, достаточно оперативно, коротко рассказать нам о том, какие цели и задачи ставит рабочая группа в ходе своего очередного совещания, и что вы надеетесь получить в качестве основного результата этой встречи. Давайте, если позвольте, начнем с Ко Барретт. Прежде, одна еще фраза. Я должен сказать, что сегодняшняя наша пресс-конференция транслируется в прямом эфире в социальных сетях, прежде всего в сети Facebook. И это будет важно для меня, чтобы это пресс-конференция транслируется на нашем сайте, как в социальных сетях, в социальных сетях, в социальных сетях, в социальных сетях. Facebook, включая. Добрый день. Доброе утро. My name is Coe Barrett. I'm a vice chair of the IPCC. And we are all here this morning to talk with you about the special report on the oceans and cryosphere and a changing climate that we are producing and almost finalizing this week here in Kazan. For those of you who don't already know, the Intergovernmental Panel on Climate Change was created in 1988 by the World Meteorological Organization and the UN Environment Program. And we just recently celebrated our 30th anniversary. So the IPCC is the world's most respected climate science organization that provides governments at all levels and increasingly average citizens, businesses, and decision makers across the world with scientific information that they can use to develop climate policies and inform climate action. IPCC reports are also a key input into international climate negotiations. «Утро доброе!» «Утро доброе!» «Позвольте представить!» «Меня зовут Кобаретт. Я являюсь вице-председателем рабочей группы межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает над специальным докладом об океане и криосфере. На этой неделе мы встречаемся в России для обсуждения вопросов дальнейшей работы По данному отчету. Для тех, кому возможно неизвестно, позвольте мне представить межправительственную группу экспертов по изменению климата. Эта организация была создана в 1988 году. В этом году мы отметили 30-летие нашей организации. В рамках нашей работы мы готовим научные отчеты для того, чтобы лица, принимающие решения, а также наш социум, были способны в вопросах изменения климата основываться на последних научных данных. Мы собираем тысячи ученых по всему миру для того, чтобы проводить детальный анализ имеющихся опубликованных данных. И различных исследований. The IPCC produces its reports approximately every five to seven years. And right now we are in our sixth cycle of producing these reports, which will be finalized all in total in 2022. Наша межправительственная группа экспертов по изменению климата готовит свои обзорные отчеты, и период его подготовки занимает приблизительно от пяти до семи лет, в рамках которого всевозможная информация различных групп собирается в общий документ. So we are here in Kazan to work on one of these reports, the special report on the ocean and cryosphere in a changing climate. В Казани мы для того, чтобы поработать над одним из таких отчетов, а именно специальный доклад МГИК об океане и креосфере в условиях изменяющегося климата. The other two special reports this cycle include the recently released special report on global warming of 1.5 degrees Celsius, as well as a special report on climate and land that will be released later this year. В рамках этого цикла мы также готовим два специализированных отчета, одним из которых стал опубликованный в октябре 2018 года специальный доклад МГИК о глобальном потеплении при температуре 1.5 градусов по Цельсию, дополнительный второй отчет будет об изменениях климата на территориях суши, будет подготовлен позднее в течение этого года. I'd like to now turn over the floor to my colleagues, who will tell you more about this special report. If you can, I'll give a microphone to colleagues who will tell you more about the special report on our special report. Thank you. Sir? Thank you. And Dova Din from my side as well. My name is Hans Pertner. I'm co-chair of IPCC Working Group 2, the working group that is dealing with the impacts of climate change. On ecosystems and human systems, human societies, and is also looking at opportunities for human societies to adapt to climate change. Thanks to the hospitality of the Russian government, and with the help of our vice-chair, Sergei Zeminov, we have brought here 130 million people. Thanks to the hospitality of the Russian government, and with the help of our vice-chair, Sergei Zeminov, we have brought here 130 million people. Many colleagues together to work on the special report on oceans and cryosphere in the changing climate, and this is already our fourth and last lead also meeting for this special report. So we are approaching the grand finale. It will be approved in September of this year. Thank you. Thank you very much. Thank you. для председателя рабочей группы «Эдва» от Российской Федерации, господина Сергея Семенова. Мы проводим эту, в этот раз уже четвертую и последнюю встречу по данному конкретному отчету здесь, в Казани, в Российской Федерации. Мы смогли привезти сюда около 130 ученых, которые, поработав здесь, подготовят нас всех к большому финалу, который по этому отчету произойдет летом этого года. Итак, почему мы смотрим на Крыосфер и оценки в изменении климата? Это два больших системы на этом планете, которые interactуют и которые влияют на изменение климата. Крыосфер – это фрозеный мир, который зависит от обычного снегаа, к глаги, к свечам, к свечам, к свечам, к свечам, к свечам и оценкам. И ваша страна, вероятно, имеет большую часть Крыосферы на этой земле, так как пермафросто в Арктике. Говоря об этом отчете, этот отчет работает над двумя важными составляющими нашей планеты, экосистемы нашей планеты, а именно океаны, жидкая среда и Крыосфера. То есть вода в замерзшем состоянии, начиная от снега до различных льдов в океанах, ледников, вечной мерзлоты, которая является большой частью, покрывает большую территорию вашей страны и влияет на условия жизни на нашей планете. Арктика, это влияет на воздух в северном сфере. Мы видели это, особенно в прошлом году, и все это должно быть рассмотрено в этом репорте. И она ведет к повышению уровня моря, так и влияет на очень многие другие показатели. Например, в течение предыдущего года мы также с вами были свидетелями того, как меняется климат в северном полушарии в связи с тем, что происходят определенные климатические изменения. И очень важно изучать и понимать адекватно, как это влияет и как это может повлиять в долгосрочной перспективе. И вопрос, конечно, как изменятся экосистемы? Как человеческие общества могут бороться с этими проблемами? Как мы можем адаптироваться к этому? Где есть лимиты к адаптации? Когда риски будут ненавидимы? И какой будет будущий климат в будущем, который мы ведем. Мы даем эту информацию к политикам, которые будут рассчитывать это в их решениях. Естественно, нам необходимо предоставить политикам, принимающим решения о развитии нашего социума, информацию о том, каковы риски изменения климата, где эти риски становятся недопустимыми, как они будут влиять на наш социум, к чему нам адаптироваться, продолжая жить на этой планете. Спасибо большое. И с этим я перейду к Валерии Массон-Дель Монт, который будет рассказать нам о другой специальный репорт, который мы проводили. Позвольте передать Валерию Массон-Дель Монт. Я хотел бы уточнить для средств Массоинформации, правильно ли мы услышали, что ваша группа занимается изучением вопросов влияния изменения климата на социальные процессы, на социум, то есть гуманитарный аспект. Сергей, я хотел бы уточнить, что мы услышали, что мы услышали, что ваша группа, который вы социализирует, является responsable для того, как изменение климата на социуме социума 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 социума? Верно, влияние на человеческий социум, на экосистема и взаимодействие между человеческим социумом и экосистемами. Добрый день. Добрый день. Я профессиональный климат-социум. Я председатель ИПЦК для Группа 1 на физической социальной базе. И спецификация этого ИПЦК-социума мы работаем через дисциплины, через обычные группы, потому что это то, что политики хотят. Они просто не хотят знания в силах, но приводят различные типы знания вместе. Я работаю 25 лет с исследователями из России, особенно на исходах из Антарктика. И вы, наверное, знаете, что эти рекорды из Антарктика показывают, как мы изменим композицию от атмосферы. Возвольте представлюсь. Меня зовут Валерий. Я являюсь французским климатологом. Порядка 25 лет я уже работаю в сотрудничестве с российскими учеными. Изучаю особенно детально состояние льдов в Антарктике, потому что именно они являются прекрасным показателем того, как наша человеческая деятельность, где бы то ни было на планете, влияет на изменение климата. Как то горючее топливо, которое мы сжигаем, и прочие вещи, влияет на атмосферу. На данный момент мы отмечаем то, что повышение температуры уже на 1 градус произошло. За десятилетия температура поднимается приблизительно на 0.2 градуса. И это, естественно, влияет на нашу среду. Я являюсь сопредседателем первой рабочей группы, связанной с физическими аспектами, потому что господа политики, принимающие решения, не хотят просто знания. Они хотят, чтобы знания были отсортированы, были представлены во взаимодействии в разных разрезах. Итак, то, что происходит в море и креосферах, то, что происходит в море и креосфере, то, как изменение климата, но также, как это влияет на нас. Например, в море и креосферах аккумуляет воду и карбон, и креосферах исчезает и исчезает на высшем уровне. В этом репорте, мы собираемся рассмотрим статус в высоких морях, в регионах пола. В рамках данного отчета, мы анализируем данные того, как меняется экосистема в разных уголках, в результате того, что в ходе нашей деятельности, человеческой жизнедеятельности в океанах, накапливается углерод, различные составляющие CO2, повышается температура, креосфера у нас тает. Естественно, это влияет на разные уголки как побережья, так и внутри наших континентов. Вопросы, которым я должен осветить данный отчет, данный доклад, разнообразные. Что происходит, почему это происходит, как это будет влиять на жизнь народа, населения планеты, представляющие десятилетия и столетия, и что можно делать для того, чтобы адаптироваться к ситуации на нашей планете. И, наконец, я хочу сказать, что наши документы, они написаны около 100 человек из различных стран, но они отчетливаются от инсайта от многих других экспертов, через процесс проверки. Наши авторы здесь получили более чем 15 000 комментариев от многих сотен человек. И это важный шаг, чтобы сделать этот документ как разнообразным, как разнообразным, как разнообразным. Поэтому много работы в следующей неделе. Нам в ходе этой недели предстоит достаточно много работы выполнить, поскольку все наши доклады готовятся сотнями ученых. Каждый из этих докладов получает огромное количество. Более 15 000 было получено в ходе предыдущей подготовки. А значит, это проходит анализ множества различных экспертов для получения документа, который позволяет принимать ответственные решения. Поэтому у нас впереди много работы. КОНЕЦ 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 все другие аспекты устойчивости нашего социума, там прописана эта цель номер 13. Естественно, мы все с вами заинтересованы в достижении указанных целей. Мы занимаемся подготовкой этих докладов не ради сути самих докладов, а мы, естественно, хотим, чтобы, с одной стороны, климатическая среда, в которой мы с вами существуем, была комфортной, а с другой стороны, чтобы города, в которых мы с вами живем, были устойчивыми. И учитывая то, что большинство населения планеты живет в городах, а большинство городов на планете сосредоточено где-то в прибрежных районах, которые очень подвергнуты влиянию изменения климата и повышения уровня моря, мы, естественно, придаем этому большое значение. Мы также имеем крупные городки, которые сидят на футболах моря, где эти мальчатые гласы, которые важны в привлении воде и в риск. Мы также имеем человеческие сеттлемы в фрозеных местах, в которых инфраструктура в риск от пермафруста. Естественно, на планете у нас имеются города, расположенные у основания гор, и таяние ледников для них вызывает определенную угрозу, точно так же, как угрозе подвергнута и инфраструктура населенных пунктов, расположенных на нашей вечной мерзлоте. В рамках этого доклада особенный упор делается на ситуации, которые сложатся в городах, потому что именно там мы все живем, почему, собственно, мы и работаем над этим аспектом 21 века. Спасибо. Ну и несколько слов. Спасибо. Меня зовут Сергей Семенов. Я работаю в Институте глобального климата и экологии в Москве. Я представитель рабочей группы 2. Коллеги уже много всего сказали. Добавок, я хочу следующее сказать, что этот доклад особенно важен именно для России. У нас огромная арктическая территория. Она очень важна для нас и экологически, и экономически, и сейчас, и в будущем. Кроме того, Россия — часть системы Антарктического договора. Переведите это, пожалуйста. Я хочу сказать, дорогие коллеги, что этот доклад особенно важен для России, потому что Россия имеет значительную часть в Антарктике, и этот доклад очень важен для нас сегодня, и в будущем в будущем. Кроме того, уже здесь звучало, что более 60% территории России под многолетней мерзлотой. Потепление климата влияет отрицательно на надежность фундаментов, жилых зданий и технических сооружений. Это плохо влияет на экосистемы, расположенные на многолетней мерзлоте, и вызывает повышенную частоту и силу пожаров в природных экосистемах. Это было уже сказано от моих коллегов, что 60% Россия зависит от пермафросто, и измельчение от этого влияет на негативные структуры, которые находятся на ней, и экосистемы, которые живут в этом обществе. Кроме того, начиная с середины прошлого века, очень многие ледниковые системы исчезли в России. Это и на севере, и на юге европейской части, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Я думаю, что информация, представленная в этом докладе, будет очень полезна нашим политикам, принимающим решения и ответственным агентствам. для того, чтобы правильно управлять состоянием окружающей среды, в особенности, правильно охранять и развивать те естественные места обитания, где живут народы севера, коренные народы севера. Я думаю, что этот доклад будет огромным ценам нашим политикам, нашим решениям, для своих агентств, а также для своих агентств, на развития развития различных территорий, в том числе, в том числе, в том числе, в области, в том числе, в tom числе, в том числе, на развитии своих агентствах посвященных местах, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, и в этом докладе, поэтому многие российские ученые принимали участие, подготовки, на всех стадиях, и я надеюсь, что этот доклад будет успешен, и полезен, как это было задумано. Спасибо. Многие русские исследователи взяли участие в этом репорте на всех этапах, и я надеюсь, что этот репорт будет успешным и эффективным, как это было предназначено. Спасибо. Спасибо. Вопросы, коллеги? Вопросы от зрителей? Есть вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Международное волонтерское телевидение, АЛЛАТРА ТВ. У нас вопрос следующий. Какова роль человека в климатических изменениях? И насколько эти изменения действительно обусловлены антропогенным фактором? Спасибо. АЛЛАТВ, волонтерing TV channel, and the question of ours, dear experts, could you please comment on what is the role of human in respective climatic changes and the degree to which respective changes are affected by the anthropogenic factors? So, if you look at the most common indicator for the state of the climate system, it's the level of warming at the surface of the earth. It's reached about one degree now above the period 1850 to 1900. Самый надежный показатель изменения климата – это температура на уровне поверхности. За период с 1850 до соответствующего периода в 20 веке, 1900-х годов, соответствующее изменение составило порядка одного градуса. И оценка ученых заключается в том, что все это потепление произошло в результате человеческой жизнедеятельности и единственные границы неопределенности возможной – это порядка 20%. Это результаты доклада об изменении климата на 1,5 градуса, который был опубликован в октябре 2018 года, и его результаты были приняты и утверждены всеми правительствами планеты. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Есть еще вопросы? Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Всем добрый день. Я также представитель волонтерского телеканала АЛЛАТРА ТВ. Вот мы услышали ваш ответ по поводу того, что получается человек, мы все с вами, наш образ жизни на 80%, как я понял, определяет то, что сейчас происходит в мире. А мы видим, как много катаклизмов, ураганов, наводнений, извержений происходят последние десятилетия, как много людей погибло, как много ущерба нанесено экономике. И поэтому это же важный вопрос для понимания, но всеми людьми, ведь это же наш общий дом. Но как вы понимаете, как вы чувствуете, есть ведь другая гипотеза, так скажем, о том, что… Вот вы сказали соотношение 80 на 20. Да, 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 вот я к вопросу перехожу. Вы сказали, что соотношение 80 на 20, влияние человека и другие факторы. А есть и теория, что соотношение как раз таки ровно наоборот. Что 20% примерно, допустим, это человек… Да, да, да. Что, допустим, космические… Да, то есть влияние космических факторов и изменения, которые происходят внутри нашей планеты. Мадам, thank you very much for the information that you have given. If I understand correctly, that means that 20%… 20% uncertainty means that 80% of the influence is indeed caused by the humans, and maybe within 20% range, that is the other factors. Well, my question… I'm also a representative of volunteer TV channel, or TV, and my question is, what is the take of the scientists on the, say, alternative theories, that maybe only 20… Maximum to the 20% is the influence of the humans, and 80% are factors outside of human control? Because, obviously, we are seeing lots of flooding, volcanoes, etc., within recent decades. Could you please comment? Also, we are running short on time. There are more questions. So, if possible, could you please formulate your answers rather shortly and precisely? Thank you. Okay, so the best estimate is that 100% of the observed warming is due to human activities. The first factor is CO2. The second factor is methane emissions. It's 100% plus or minus 20%. There is no other possibility to explain the warming. If there had been no human activity, volcanic activity, which was a little larger in the last 50 years than before, would have caused cooling, and we observe warming. People often speak about solar activity, and the 11-year cycles of solar activity, they cause very small fluctuations of temperature at the global scale, less than 0.1 degree. It cannot explain the warming that is observed, and the accumulation of heat in the ocean that is observed. So, this is the state of knowledge from the literature, the scientific literature worldwide. On the basis of the scientific literature, which is now on our planet, 100% plus or minus 20% of the temperature is a result of human activities. No natural factors, such as the increase of the volcanic activity for the last 50 years, or the 11-year cycles of solar activity, can affect the climate change. because if people would not have been on the planet, if we would have been observed the same thing, then in the result of this increase of the volcanic activity, the other way, there would be a cold and a cold, not a cold. Hello, dear colleagues, the press-services, the Federal-services for hydrometeorology and monitoring the environment. The question is, Dear scientists, how do you assess the Russian contribution into the war, 300%. of the Intergovernmental Panel on Climate Change as well as what do you see the role or the contribution of the Russian Hydro-Meteorology Service in whatever activities that you perform. Thank you. Can I take a crack at that? Sure. Well, since its inception, the IPCC has had world-class Russian scientists involved in our work. We have Sergei right now. We're grateful for his contributions, but going back to Yuri Israel and many others who have made a substantial contribution to IPCC. Also, very much of the research that we assess, especially for this report, which has many impacts for this region, come from Russian research, and we're very-very grateful. — Please, I'll answer this question. Russian scientists have a significant impact in our work of our organization, our team, our team. With us now, Sergei, огромное ему спасибо. Do you have a great deal I would also like to flag the importance of the observing network, long-term observations of high quality, that are really crucial, and also major contributions from Russian science in the theory of how the climate system works, that have been instrumental in better understanding on the theoretical perspective many aspects of the climate system. For example, I would like to say that I would like to mention that also important, many years that are considered really important what is important to me, that are also the challenges of the climate, that are also the changes that но мы немножко сомневаемся в компетентности политиков, принимающих решения. Вот, как вы надеетесь, будут реакции политиков, в частности, Соединенных Штатов, на те доклады, которые вы представите им? И в конце концов, я могу задать вопрос к вам, дорогой панел. Мы не спрашиваем о вашей компетенции, но иногда мы спрашиваем о компетенции политиков, которые решают о том, что вы генерируете. И я спрашиваю, что будет реакция, что будет результатов, что вы представите по всему миру, как в многих крупных экономиях, including Соединенных Штатов. Да, я могу задать ответ. Мы у нас очень хорошо решили и регулировать процесс, как мы общаемся с политиками, как мы общаемся с политиками. Догласов, наши сотрудники, которые в Клименте, в нескольцах, которые советуют в университете, в университете, в кем-клименте, и мы обращаемся с ним в исследовательском С regulation. И в этом контексте, я могу задать вопрос, что мы рекомендовали в Лазuk-Specialе, в Центральном roku, в поле, где мы являемся, что с точки зрения климатики, это митигация для изменения климатики. Это возможно для достижения климатики в Парисе, но есть один важный момент, и это в социальных сетях, и в социальных политиков, чтобы действительно имплементить стратегии и технологии, которые нужны для нас в будущем. И это для всех нас нужно работать, чтобы мы сможем достигнуть, на то, что мы согласились в Парисе. Я хотел бы воспользоваться этим возможным вопросом и отметить, что в рамках нашей работы сформированы коммуникационные процедуры. Наши стейкхолдеры принимают участие в соответствующих встречах, где мы их адекватно информируем. Так, например, в Катовице, в Польше, у нас проходила конференция сторон, где мы довели до понимания всех сторон то, что климатологи видят возможность нормализации климата на нашей планете и обеспечения устойчивого развития и возможность достижения этих целей, которые были оговорены и подписаны в рамках конференции в Париже. Однако, естественно, пока сложности наблюдаются, с одной стороны, на уровне нас, отдельных граждан социума, а с другой стороны, естественно, политиков, которые вынуждены работать со всеми нами. Поэтому, да, мы довели информацию о том, что изменение возможно, но каждому из нас необходимо вносить свой вклад. С этим пока мы наблюдаем определенные сложности. Также, как мы в seria, у нас на 어느 момент, для начала нескольких проверок. С проживедениями в том, что в таком случае, как у нас была в моника, на самом деле вдруг станет Федакторской области. По его хорошей работе в войне, в Севастных линии в Нью-Йорках, в Севастом Shelleyе, для главной проверки на горы, в данном росте, с тех пор, 달� mir в нас в России, в том, как пациентаж и вoisинном рынке, мы наблюдаем складывать, Это уникальная возможность для этого репорта, чтобы вложить мессенджеры в этот полициональный рейм и влиять на такие решения, которые они могут принимать. Спасибо. К сожалению, время наше вышло. Впереди большая работа. Я хочу поблагодарить всех собравшихся сегодня в этом зале, пожелать вам удачи в работе, потому что касается нас самого главного, что нас всех волнует. Что нас волнует? Здоровье и среда нашего обитания, климат, в котором мы существуем. Все вопросы, которые еще не заданы, вы можете в режиме ТЭТ-АТЭТ успеть задать или в рамках работы, соответственно, экспертной группы. Спасибо. Спасибо.